Привет! Сегодня с вами говорим про витамины и минералы, которые профилактируют различные заболевания, слабоумие и другие проблемки. Такие неприятные проблемки, которые могут действительно проявляться очень сильно. Витамины против инсульта, инфаркта и слабоумия. Давайте так назовем нашу тему. Многие не знают, что если мозгу не давать необходимых минералов, витаминов, то он будет очень сильно тупить. И это будет похоже на нежелание действовать, на отсутствие мотивации, на тревожность и, соответственно, на другие проблемы. Поэтому что я вам рекомендую? Поддержание здоровья и функции головного мозга во многом зависит от обеспеченности организма необходимыми нутриентами. И здесь мы говорим про железо. Обязательный компонент гемоглобина выступает в качестве молекулярного просто такси, которое доставляет вам все куда нужно. Если не хватает хоть какого-то из группы В витамина, В1, В2, В6, В12, то могут быть различные проблемы с утомляемостью, с вестибулярными нарушениями и с нервными проблемами. Магний участвует в передаче нервных импульсов, в процессах энергообразования, защищает нейроны чрезмерного возбуждения и поддерживает когнитивные функции и оптимальную работоспособность. Если у человека вдруг закончился магний, он забыл ему насыпать магния из еды, и человек тогда более уставший, лобильный, тревожный. В другой момент цинк важный микроэлемент, без него биохимия не работает, так же как и без витамина D тоже все плохенько, тухленько работает. Поэтому, что хочется сказать, симптомы нехватки витаминов и минералов, я у клиентов их четко различаю, например, дефицит биотина связан с расстройствами настроения, покалывания конечностей, например, В5 дефицит приводит к изменениям личности, В6 эпилептические припадки, раздражительность и депрессия. Депрессия, В3 тут проблемы Паркинсона, железо тут, ну все понятно, тут и когнитивные показатели, и резкая невозможность учиться, и витамин D тут, конечно, и депрессия, и тревога, все это завязано. Поэтому, то, что я вам говорю, обязательно испытание себе подбирать. Если у человека еще, кстати, обязательно употребляйте клетчатку, у кого нет проблем с ЖКТ, чтобы регулировать функцию толстого кишечника, соответственно, это будет супер-супер для вашего здоровья. Поэтому, вот то, что я назвала, это минимум, плюс альфа-липолевая кислота, плюс, как я сказала, магний, плюс трептофан, чтобы настроение было, и все это можно набрать в еде. Сейчас назову топ продуктов, вы поймете, где искать все эти витамины. Курица, баранина, индейка, кисломолочные продукты, сельдь, лосось, ментай, судак, орехи различные, это магний, альфа-липолевая кислота, это шпинат, фасоль, яичный желток, помидоры, капуста. Б-12, надеюсь, все знают, где, Б-9, это петрушка, базилик, кинза, омега-3, все в рыбе ее могут найти, клетчатку тоже можете найти, и, соответственно, просто нужно убрать то, что мешает, крахмалы, конфеты, подсластительные, вот эти все моменты, фруктозные сиропы, манные крупы, печеньки, все это разлагает, тогда с вашим мозгом будет все в порядке. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, если хотите долго жить без альгеймера, паркетсона и других проблем.